Леша, привет! Привет! Поздравляю тебя! В принципе, как и говорилось до, главный бой турнира, самый яркий, в принципе, он таким и оказался, никто отрицать не будет. Какие эмоции испытываешь? Это все-таки, ну, полноценные пять раундов войны. Спасибо за вопрос, да. Пять раундов, и причем, я даже раньше трех особо-то не играл, что очень редко у меня три раунда проходили бои. Задача была, ну, почувствовать раунды, хотя бы больше трех раундов. Казалось, вообще пять раундов. Дорохман серьезно соперником, в начале каждого раунда очень жестко не встречал, чуть меня подпробил, даже были там моменты, поэтому очень опасно. Аперкот, да, пару раз зашел. Аперкот, мои гири было по печени прямо мне, то есть были такие острые попадания в начале раунда, поэтому каждый раунд был очень такой, настороженный. Продышали, продышал, в принципе, нормально продышал, чуть подзабился, совсем немного, но думаю, что все-таки, благодаря психической силы, чуть больше массы, чем у него, достаточно просто удерживал его в парке. Мы работали, у нас дали Сергею Максимовичу Рафику, то есть именно готовились на Дорохмана, то есть именно под него, то есть все, в принципе, получалось более-менее в борьбе. Первый раз я атаковал в борьбе, если обратите внимание. Да, 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 мы только что обсудили с твоим тренером, Сергеем Максимовичем Тарасяном, что действительно Леха Балпутников боролся. Леша, очень много работы было по корпусу, в принципе, наверное, не секрет, что у Рахмана есть проблемы, то есть нет-нет, пробивают живот, это заготовки? Да, в принципе, мы часто меняем этажи. Абдурахман сам по себе пониже, то есть вынести атаки были в этом бою чуть ниже, но, тем не менее, все равно мало выбрасывал я ударов, то есть четкие даже не было попадания. Были попадания в партере, именно по корпусу, а именно стойки не особо было, больше было. Мы знаем, что Рахман очень нестандартный боест, в принципе, найти спарринг-партнера, чтобы готовиться к нему, это непросто. Он выбрасывал бэкфисты, да, после апперкотов, какие-то уширы, вертушки, что-то доставило тебе дискомфорт, что-то прилетело? Нет, мне кажется, я все бэкфисты, я все развороты все защитил. Ну, казалось, руки вообще не опускал будешь, Сергей Максимович кричал тебе, что типа руки к голове, и вроде бы, ну, вообще тяжелые... Лицом подразбито, но были тяжелые попадания в какие-то моменты? Чувствовал себя критическим состоянием? Были неприятные, а именно такого, чтобы потряс не было, то ножа в стиле не было. Были неприятные, то есть опперкоты, то есть он раз-два попадал, а не были, не были дополучившись, то есть не было момента. Лёх, при этом ты очень жестко попадал, несколько раз Рахман точно был, ну, в состоянии нокдауна. Как считаешь, чего не хватило, чтобы финишировать раньше? Да все хватало, я ему очень сильно попадал, и возле сетки после болтынов, он держал, крепился все удары. Чуть дистанцию вымерял, то есть после сих атаку прижимал, он загибался, я сильно к нему заходил, не знаю, я его не переводил, а просто зажимался, там, терял моменты, ну, над этим надо поработать. Я старался попасть жестко, старался каутируйте всегда, как бы, что дошло, то дошел. Вон, как бы, парень тоже на первый день дерется, все вот эти для него удары, то есть ничего нового для него не принесли. Лёх, кто следующий для тебя, кого бы хотел видеть напротив? Я только шестил в клетке, у нас самая сильная восьмерка, я думаю, что 6 килограмм самый тяжелый вес, поэтому неважно, кто будет, следующий будет еще сложнее предыдущих всех, поэтому мы ждем имя и готовим. Это бонус? Ой, я не знаю, я вес чуть не взял, вообще. А-а-а-а, ты сейчас этой новостью даже меня расстроил, потому что... Ну, для меня самое главное было, то есть я, то есть там наказание, если это килограмма, все равно одно и то же наказание, что ты с ним делаешь, но я не сделал 300 грамм. Это впервые в твоей карьере, насколько я знаю. Да, впервые, я до конца делал, то есть я до самого конца, и на зешение я пошел не к 8 часам, почти к 9, парень, который сам был в очиле, он видел, то есть все тяжело, то есть я старался, чтобы бой сохранить, чтобы вдруг Абдурахман скажет, ну вот он не догнал 300-700 грамм, я не буду жаться. То есть я старался максимально сделать вес, но я просто не потел. Я вот реально тоже думал, как тут 200 грамм, ты что-то, попрыгай на скакалке, посиди. Я и в сауне сидел, и бегал. Я просто сухой, как скобыл, не знаю, прошел какой-то сбой в организме, но к следующему бою, если я остаюсь в 66, мы решаем продолжать тебя, буду работать уже специалистом, с диетологом, наверное, пора просто уже. Лех, спасибо вам большое за этот бой, я тебя поздравляю с победой, очень круто.